Должен был я выложить серию Как я думал с попыткой Но жопа у меня сгорела неимоверно С этой серии Много вырвалось из меня слов В принципе вы можете увидеть Как я проиграл последний кадр Меня вот короче фиолетовый Первый раз за все попытки Первый раз фиолетовый зажал в вратах У меня было ноль шансов Ноль Ноль шансов Фу, надо как-то конечно Да В целом Какой на самом деле прикол Что ютубу нужно 10 минут на обычно видео На данный момент не знаю У меня слишком негативные эмоции Чтобы записывать новую серию И башка болит Что я говорил в этой серии Но теперь этого не Не хочет даваться игра ни в какую Весь-то прикол не в том, что там Просто не хочет игра даваться Такое уродство, которое было сейчас Это конечно невыносимо Своил от эту серию На самом деле серия такая Чисто разговорная Именно политические Всякие передряги И самое примечательное Императору все так же насрать Старается развлекаться Вот момент Развлекается он с новой Кстати знаете Вот в таком стоп-кадре Ощущение, что это старушенца Хотя там прям молодая девушка Цао Цао поступает на службу К императору Его вначале вообще никто не уважает И он видимо разозленный этой херней Решает написать Что-то Ну какое-то короче Послание По поводу того, что Во власти происходит И это очень сильно всех будоражит Но не нравится все так же Там мужичку, который На подсосе императора Я просто уже давно не смотрел Поэтому вообще вот он Кстати Забыл уже имена совершенно Да, который видите Постоянно бегает рядом с императором И в ухо ему облизывает Вот его послание читают Разные люди В частности Вот этот вот парень К нему в гости заявится Вот он, да У Цао Цао его уважает Читал его труды И вот сейчас тут идет заговор Против Цао Цао Чтобы его убить Приходит его дед К этому заговору Пока еще не пришел Да, пока не общаются Да, вот его дед приходит И говорит, что-то, дескать Зачем убивать Цао Цао? Давайте убьем Да, вот Чэнь Дяня Но при этом он говорит Что не просто Чэнь Дяня А весь его клан устраним Вместо Цао Цао Дескать Я сейчас уже Даже из-за того, что Гава болит Плохо прям Уловил В чем тут соль Но в общем Евнухи Так сказать И министры там Недовольны И устранение Вот этого клана Чэнь Дяня Судьбу всему Им очень на руку И они прям Будут сильно рады Также очередную Красивую девушку Цао Цао Увидел Да, и вот эти В общем-то Министры договорились С дедом Цао Цао И теперь Как бы этот мужик Который говорил Что типа Цао Цао Нужно устранить Вот он, да Он теперь говорит А давайте Чэнь Дяня Устраним Потому что Скорее всего Это он Надоумил Цао Цао Написать Вот это вот Послание Император Конечно Просто знаете Как будто бы Как кукла В которой В жопе Рука находится Вот такая В целом серия На самом деле Ну Нормальная серия Разговорная С учетом Просто Вот когда ты Не смотришь сериал Залпом Ты конечно Начинаешь Подзабывать Просто какие-то Моменты А тут Все-таки У нас Ну не Марвел Где так сказать Есть злой-злой И добрый-добрый Должен его победить А у злого-злого На самом деле Там как-нибудь Трагичная Немного история Ну или нет Может быть Не совсем Прям супер трагичная Черт его знает Жутанос Потерял Там свою планету Свой мир В принципе Довольно трагично Хотя у него Знаете Такие как бы Мысли Что он В принципе Хотел половину Населения Сократить Это звучит Весьма Странно Вроде как Типа Для общего блага Но я Ебану половину Безжалостно Абсолютно Так что Вот так Вот такая Серия Так Надо нам Еще с вами Тут На 10 минут Наговорить Что не любят Я говорю Ютуб На самом деле Это порой Когда снимаю ролики По видеоиграм Даже не получается 8-9 минут Там просто уже игра Которую тяжело Как-то Выдерживать Хочется поскорее Ее закончить Да и вообще На самом деле Вот Такой момент То что Очень много игр Остается за кадром В том плане То что Многие игры Не хотят Станавливаться Не хотят Работать По какой-то причине Хотя у меня Даже у меня Седьмая винда И по сути дела Должно Более Более лояльно Старые игры Должны быть Но к несчастью В плане Именно стратегии Очень много Вообще Не хочет работать Вообще Очень много Вот со стратегиями Вообще Задница конкретно Ну не только Со стратегией На самом деле Team Fortress Первый пытался Установить Не работает Ну из таких Классических игр Самую Какую-то Вообще Первую версию Half-Life Пытался установить Тоже не работает Почему-то Deadmatch Пытался установить Который по Half-Life Вышел Который еще Прародитель Fortress В CSGO Первого Как я понял Тоже не захотел Работать Нет В общем Он захотел Работать Но я там Дальше меню Никуда не смог Короче Продвинуться Так что В этом плане Казалось бы Что Ну допустим Я мало записываю Но на самом деле Порой Просто Какая-то знаете Вот скачать игру Ну скачать это ладно Но найти нужную игру Все равно Чтобы прежде чем скачать Установить ее Потом пытаться ее записывать Ты порой просто Даже на какую-то Одну игру Тратишь От 40 До Часу времени Или порой Знаете Когда ты Вроде как Записываешь игру Но она в итоге Не записывается Или приходится Записывать Через демонстрацию Экрана Ну короче Проблемно Весьма Занятие Вроде кажется Что знаете Это как бы Что там Скачал прогу Нажал кнопку Запись Все записываю Игру Вообще Ну Тип Дескать Напрягов Никаких Это не вызывает Но в итоге Оказывается Вызывает Напряги Вообще Вообще Знаете Вот такое Всегда Мне кажется У многих Людей Отношение К другим Пока ты Сам Не начнешь Заниматься Хотя В принципе Я считаю Что Любая Работа В отличие От этих Весплеев Она Куда В сотни Раз Тяжелее Это Скорее Знаете Бьет По мне Такой Эмоционалки Тебя Поэтому Это Тоже Кажется Немного Тяжелым Вот Ты Тратишь Порой Кучу Времени Пытаешь Записывать Не Получается Еще Плюс Ты Знаешь Что там Условно Не сильно Это И соберет Просмотров Даже Если Получится Записать И так Далее И так Далее Все Людям Нужно Продвижение 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 Почему Вообще Куча Людей Записывает А летсплей Потому что Люди Не знают Чем По сути Занять Себя Они Хотят Какого То Именно Продвижения Движения В жизни Не Просто Ты Нашел Работу Окей Тебя На Хлебушек Хватает Даже Может Комп Мощный Окей Кто Может Купить Я Пример Не Могу Работа Тем Более Купить Но Даже Если Ты Купил Мощный Комп Разве Это Продвижение Это Ни О чем В целом Это Просто Хорошее Удобство Что То есть Ты Играешь В игры Как-то Можешь Просто Играть С Удобствами То Что Будет Хорошая Графика ФПС И все Дела Нет Пример Игры Вне Записи Особо Большого Интереса Уже Не Вызывают Потому Что Ну Как Б Наигрался На Санта Вот Уже Хочется Что-то Делать Другое Другое Что Делать Идея Есть Разумеется Но В одиночку Нельзя А Кого Привлечь Ну Никого Привлечь Пока Особо Не Получается Идейно Даже Не знаю Кого Пригласить Скажем Так Привлечь К Разработкам Всем Вот Что Касательно Что Касательно Касатель Но Ну Короче В общем Продвижение Люди Хотят Хотят Продвижение Даже Которого Там Иногда Приходят На канал Которым Я там Пишу Хороший Комментарий Какой-нибудь Условно Они приходят Ко мне Все Они тоже Хотят Продвинуться Хотят Все Вот Чего-то Хотят Короче В жизни Люди Забавный Момент Поэтому Сейчас Очень много Я посмотрю На ютубе Очень Поведается Всяких Тренеров Там Коучингов И так Далее Там Запишитесь На мой Мастер-класс Там За 10 Уроков Ты там Будешь Просто Ссать На голову Илон Маска После этого Но Когда ты Начинаешь Всю Эту Херню Говорят А Не 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 На самом Деле Ты там Что-то Пройдешь Что-то Узнаешь Условно Но Потом На самом Деле Все От тебя И будет Зависеть Поэтому Все Эти Коучинги Тренинги И прочая Вся Эта Тема Она Не Является Бесполезной Но В большей Мере Это Такой Моральный Некий Подъем И вот Поддержка Знаете Вот Как Говорят То Что За Каждым Мужчиной Стоит Женщина Вот Если У вас Поддержки Подобной Нет Вы Пытаетесь Взять Со стороны Тренингов Коучингов И прочей Херни И Проблема Что Все Это Очень Временное И Не Скажем Направленное Было Конкретно Прям На С Постоянно Поэтому Знаете Вот Как Говорят Тоже То Что Приди На Какой Нибудь Там Мастер Класс Тебя Зарядят На День Ну В лучшем Случае На 2-3 Дня А Потом Ты Все Уже Этот Заряд Уходит И Что Дальше Дальше Человеку Двигаться Тяжело Становится Поэтому Как Не Крути Но Люди Без Друг Друга Не Могут Поэтому Ну Блин Почему То Не Почему То Я Не Понимаю Почему Но Тема То Что Люди Не Понимают Что Ненависть Друг Друг Она Ни К Чему Хорошему Не Приведет Серьезно Как Б Чего Хорошего Она Приводит К Чему Да Не К Чему Конфликтов Больше Срач И Дерьма И Далее Шо Друзья На Этому Пожалуй Это Видео Можно И Закончить Десять минут Я Уже Наговорил Кто Вообще Посмотрит Смешно Смешно Очень Спасибо Тигрята На Подсолнухе За Хоть Абы Субтитры Чего Не Сказать Кстати Понял Что Нужно Говорить Людям Почаще Спасибо Благодарность Просто Людям Приятно От Любой Положительный Взнос В Нашу Жизнь Это Максимально Правильный Поступок Который Нужно Делать Потому Что Негативные Вещи Они Делаются И так По Умолчанию Слово Кто-то Банку Пива Просто Бросил Или Бутылку Разбил Стекло Валяется Но В этом Хорошего Ничего Нет И Он Плюс Еще Будет Бухой По Улице И Дети Его Увидят И Действительно Так Живет И В Глазах Общества Это Правильное Поведение Хотя Как бы И Неправильное Шо ж На этом Всем Спасибо Пока Пока